они прям по нему покрасили 1 2 5 6 7 8 10 до будет проблема 276 кому-то и жильцов здесь повезло да некачественно вот она противопожарное кольцо лифтовая шахта вот как раз отсюда вот он вот здесь стекло шикарно сделали съемки вот у вас здесь столовая да понятно что вы сделаете а как вы прокомментируете что у вас в бизнес-классе живут зарубежных строителей при в квартирах салам века друзья добрый день я андрей артемов сегодня в санкт-петербурге минус 23 градуса очень холодно я оделся потеплее и приехал чтобы постараться показать им жилой комплекс терра что нам обещал застройщик и что у него получилось идемте смотреть о что-то у вас здесь закрыто здрасте вас как зовут а вы разговариваете как зовут извините не очень приятно меня андрей артемов вы менеджер застройщика правильно понимали а как вы прокомментируете что у вас в бизнес-классе живут зарубежных строителей прям квартирах сейчас конечно здесь все под снегом поэтому очень тяжело сказать соответствует ли озеленение тому что нам обещал застройщик если впустить сад во двор жилого комплекса близость к центру города развитая инфраструктура одна сторона медали экология парки и возможности для активного отдыха на свежем воздухе другая сторона все вместе жилой комплекс класса бизнес light терра фасады домов сделаны из японских фиброцементных панелей с декоративными вставками большая арка в одном из корпусов создает живописный силуэт двора выходящего прямо в пионерский сад внутреннее пространство жилого комплекса терра станет абсолютно приватным дворы свободны от автомобилей игровые и спортивные площадки благоустроенные места для отдыха в жилом комплексе представлены уникальные квартиры с террасами панорамным остеклениями с видом на пионерский сад трехкомнатные квартиры с мастер спальни двухкомнатные трехкомнатные с окном ванной комнате с кухней гостиной в жилом комплексе терра вас ожидают просторные холлы оформленные в природном стиле бесшумные скоростные лифты удобные места для хранения колясок и спортивного инвентаря на территории предусмотрен подземный паркер жилой комплекс терра возводится неподалеку от исторического центра города до станции метро черная речка и лесная 20 минут пешком первая очередь будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года терра гармония города и природы мы видим что есть паркинг вот он и въезд внизу там большое количество стройматериала строителей и мусора а мы сейчас сами пройдем посмотрим что же сдал застройщик то есть вот здесь получается по левую руку строится а прямо уже сданные дома застройщик позиционирует дом как дом бизнес-класса вот впереди детская площадка сейчас посмотрим значит видим парковку подвела транспорт такая обычная скамейки урны меняют стеклопакеты первый этаж плитка вентфасад видны клеймеры клеймеры почти в цвет плитки что естественно есть плюсом но я считаю что бизнес-классе конечно таких вещей не должно быть тут нормальный указатель с первого этажа по 13 они наоборот с 13 по первому счету многие делают система есть допуска но видим все открыто при входе нет никакого тамбура есть щетка для обуви значит здесь мы видим краску аккуратную штукатурку датчик пожарной сигнализации здесь есть зумер мигает ну вот это конечно же исполнение почему сразу не сделать все в уровень если вход в уровень зачем эти ступени колясочная от застройщика колясочная совсем небольшая здесь эти в доме холодно слушайте отопление есть стеклопакеты стилс скорее всего из-за таких коцак как раз и меня поднимаемся наверх сразу здесь видим жилой комплекс террой первое что бросается в глаза это ящики где должны быть рукава пожарные открываем и в сданном доме их просто нет ну хотя бы ящики нормальные но почему не сделали в цвет непонятно значит дальше вот это обычный керамогранит причем уложен он на знаете вот у нее такой где-то полмиллиметра есть расстояние то знаете если присматриваться это видно что не так ровно как хотелось бы и вот эта розовая затирка конечно конечно могли бы поменять терра дома парк смотрится прикольно у нас здесь вестибюль грилята под дерево металлическая почтовые ящики классные хорошие сразу видно где какая квартира это металлическая наклейка не широченные ящик есть под спам того и холл действительно что-то еще делают знаете когда я вижу такое оборудование то есть вот такой будет и ящик для чего он здесь еще раз напомню позиционируется как бизнес-класс например плитка вот это прикольно расширка здесь тоже мне например лично нравится сами двери вот эта фурнитура на из недорогих вот такой фурнитурный при 21 квартале мы видели есть указатели это тоже большой плюс потому что понимаешь 10 этаж 563 квартиры ну ты понимаешь что-то квартир на каком-то этаже давайте узнаем лифт в данном лифте подумали лифт на работе пошли пешком лестничные марши нет такое ощущение что еще здесь стройка есть мусор уже подбиты все строительные спортсмены какой а тут можно посмотреть на двор для бизнес-класса двор конечно с виду во первых видите стены дымо удаления вот они стоят двигатели и не знаю что это за будка а это вход в паркинг конечно так себе очень так себе вот видите да что ограждающая конструкция обычная граждающая конструкция таким очень часто встречаем недавно делал обзор жилого комплекса янила голландский квартал и там даже конструкцию держится крепче и выглядит намного лучше чуть не забыл ограждающие конструкции обычные простые держатся крепко и смотрится в принципе нормально хотя дом типа комфорт класса а это бизнес класс сверху знаете по обычной кривой долю и вот со временем эти места некоторые застройщики ставят здесь захлебки для того чтобы они не выгибаться не будут вгибаться здесь и здесь это конечно косяк строители работали кофе попили все оставили правильно курить здесь любили управляющая компания все ломает за счет соответственно жильцов ну вот здесь знаете что-то как-то следы краски другой то есть она даже на глаз и видишь такую волну идет то есть особо здесь никто не старался четвертый этаж здесь четвертый этаж воде штукатурить мы научились начали штукатурим потом монтируем здесь все видно было а вот и качество укладки и плитки на ящичных маршрух восьмой этаж есть указатель пассажирский грузопассажирский лифт бизнес классе почему-то отсутствует табло на каком этаже находится лифт или знаю что это лестница молодцы кнопка вызова естественно 1 лифты непонятно какие может быть отец нет указатели где какая квартира что это не имели здесь ввиду сюда туда мальчика девочка туалет что ли или что это странно по мне указатель тараран на здесь есть перчатки но хотя бы аккуратненько если бы они конечно были бы в цвет или чуть контрастнее стены смотрелось бы по-другому ну я как более аккуратно бы все было окрашено современные счетчики электроэнергия интернет интернет где непонятно должна быть коробка и почему-то нет даже здесь нигде внизу не является входные двери широкие смотрится дверь нормально фурнитура недорогая есть ночная заглушка хороший мягкий уплотнитель дверь 45 сантиметров ну да дверь понимаю на замену заходим здравствуйте так раз сколько комнат 3 здесь три комнаты значит вот у нас друзья входная дверь большой плюс что здесь монолит это у нас радио . здесь подключится домофон есть розетки и включатель от застройщика полностью черновая отделка цементные блоки я вижу цементные ожидает а блоки правильно цементные блоки с красивой такой расшивкой обратите внимание что практически на везде ровная где-то около сантиметров толщину так давайте смотреть что у нас с электрикой значит стоят автоматы одни из недорогих производителя компании и кф 63 ампера си 10 и 40 все 50 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 8 штук на трехкомнатную квартиру ничего не подписано ну сами понимаете особенно кто занимается электрикой этого мало первое помещение скорее всего это кухня здесь мы видим запорная арматура фильтр грубоочистки и счетчики установлены уже опломбированы канализационная труба такая тоненькая достаточно вентиляция вот смотрите это дом бизнес-класса и здесь застройщик применяет вентиляцию которую производят на заводе для обычных панельных эконом-класса здание жилье сетка под кондиционеры на заклепках смотрится неплохо то есть внешний вид не будет портится ответить вот и поставили приварили и все давайте проверим как держится стенка слушайте держится крепко хорошо фасадная стена у нас газоблок газоблок везде прошли значит он у нас приклеен на клей это хорошо все щели замазаны установлено на металлические направляющие окна это хорошо значит в качестве пара гидроизоляции у нас здесь мастика паропроницаемый замазан только души но еще такие места вот видите здесь будет продувать пленку до конца не сняли это тоже или все должны снять и момент того что здесь глухое окно здесь у нас порожек двери открывается все на вентиляцию не то есть понимаем да если вы хотите проветрить на кухне то у вас есть только возможность открыть выходе у нас совсем небольшой балкончик даже не балкон это лоджия и вот здесь смотрите монолитное перекрытие там внизу закрыты соседи здесь внутри ничего нет то есть получается к монолитному перекрытию идут вот такие крепления вот он дальше идет фасад на улицу на алюминиевых направляющих и все вот это понимаю под кондиционер рассчитана вот тут почему-то стоколу нет причем с фасада тоже нет как-то так остекление что у нас кто у нас и не инициал какой-то новые технологии алю систему как открывается так стена вроде работает видите сколько снега очень холодно друзьям очень давайте смог здесь на стену утеплитель системы мокрого фасада то есть утеплитель и штукатурка все здорово хорошо значит так но здесь есть дренаж почему-то здесь отсутствуют как эти штуки называются забыл дальше что мне нравится нет подоконника он здесь ой нет отлива он здесь и не нужен некоторые почему-то ставят я честно не понимаю но обратите внимание такое ощущение что знаете съели уплотнитель все должно быть ровненько ну и соответственно здесь есть специальный шнур для того чтобы здесь не было в дальнейшем встречи ну вот например здесь я вижу что сделано не очень качественно также вот здесь углу это сделано ну и здесь аналогичная ситуация могли бы сделать конечно получше ну вот считаю что вот так не должно быть полагая что это будет закрываться вот этим действительно уже пропилили криво косо 3 отверстия как раз вот под это могли бы это сделать рума это просто будет закрыта и в лучшем случае туда застройщик положит утеплитель базальтовый но нашему изоляцию вы сами понимаете никаким положительным образом это не отразится мы видим соседний дом мы видим террасы вид на соседнюю многоэтажку как-то так по мне вот там как раз садик я делал обзор подробно рассказывал про этот комплекс ссылку оставлю кто хочет узнать все подробности честно то обязательно посмотрите обзор ну сам двор совсем получается небольшой очень очень небольшой выходим к соседям я вижу монолитная стена бороды срезаны отверстия слушайте очень хорошо вы чеканина а вот они видно цементом за чеканина вот это кстати в монолитии это самые проблемные места это места через которые крепится опалубка если здесь просто сверху помазали вот клеем в этом данном случае то это конечно косяк туда ну где вбивается шнур должно зачкодить современным материалом для того чтобы была хорошая звука и звукоизоляция 8 сантиметров стенка держится крепко просветов нигде нет есть розетки есть распаячные коробки есть плафон под лампочку плюс пи все радиатор сурсу у холода едино понятно почему здесь так холодно это еще тут не холодно подводка снизу если подводка была прямо стены то соответственно можно было бы спокойно положить вложить напольное покрытие и в дальнейшем при обслуживании уборки это напольное покрытие было бы конечно здесь у нас окно открывается открывается на проветривание фурнитура работает исправно уплотнитель кстати стоит не из дешевых окна ламинированные а фурнитура обычная из недорогих которые ставят и в панельные дома так а здесь видите только открывается что проветривание не открыть капельники есть для отвода влаги проема практически чистые уплотнитель тоже нормальный даже есть звукоизоляция то есть когда будет идти дождь сильный барабан телеград вы скорее всего этого не услышите но и вот видите тоже да вот она монолитное ребро и к нему уже идет стенка из цементных блоков здесь видно вот она трещина пошла это плотности материал один это соответственно другой вот здесь всегда будет проблема здесь по-нормальному должен быть жгут велотерм и все должно быть за чеканина полусухим цементом не знаю что здесь но ощущение что здесь жгута нет и вот слушайте звук вы понимаете да какой будет звон когда вы будете закрывать двери по плюс сантиметр штукатурки сыграет конечно позже свою положительную роль здесь как раз на заправку шикарный вид вот не знаю пахнет будет бельдином или нет но мне бы например не хотелось чтобы смотреть что если будет здесь запах это конечно будет печалька ну и плюс конечно будет ездить постоянно машины прямо слушайте пахнет а пахнет рухлотными газами бельдином не пахнет ну это косяк я считаю я в жизни здесь не купил бы квартиру которая выходит на заправку восьмой этаж трехкомнатная квартира и кому-то и жильцов здесь повезло это не просто такая штукатурили здесь я понимаю с бетоном что-то не то такое ощущение что здесь не залили бетоном и поэтому вот они это под заштукатурили так надо получается потому что больше этого нигде здесь нет ну и конечно сделано так все вот это ходе должно быть пойдемте вот здесь классно смотрите здесь полностью монолитная стена у меня есть электронная рулетка при помощи которой мы сейчас с вами измерим высоту потолка 276 от стяжки это бизнес-класс первое что сделаем измерим высоту потолка 31 метра ну конечно можно понять если здесь электричество нету есть есть чем обязательно проверяйте все розетки все точки есть есть пошли дальше дальше вот здесь у меня знать еще в коридоре возник вопрос что достаточно узенький чтобы не быть голословным мы его измерим значит вот здесь ширина у нас метр сорок но здесь она на порядок уже друзей метр сто это очень и дверь обратите внимание вот на торцевых квартирах то есть у вас дверь открывается ручкой в стенку вот видите уже здесь отбита и это так будет постоянно застройщик могу даже сужиться конечно поставить сюда ограничитель двери непонятно дополнительный расход и это ему не нужно вот так вот здесь видите можно было дополнительно установить замки были мне комфорт-класс у меня двери намного лучше и кстати в моем комплексе никаких не поменял значит и здесь мне нравится первое это то что ровные стены окрашены они такой светло-серым цветом смотрится классно стильно мне нравится то что здесь нумерация квартир тоже вот на пластик похоже на печатан то есть смотрится очень классно таблички также сделаны в этот же соответственно стиль ну звонки конечно здесь хочется написать живет катя живет миша живет андрей что такое ощущение что сверху штука снимается это у нас стандартная однокомнатная квартира места вот виду в положили в каждую квартиру это под кондиционер под внешний блок ох ты здесь то у нас ведь то куда классно что видно телебашня на петроградке просто рукой подать вид как ландской центр ну такой промка стоянка ну то я в общем я об этом всем рассказывал просто увидим значит уплотнитель почему-то здесь кормушка не знаю так должно быть или нет вот здесь мы видим что закрыли и вот тут там есть утеплитель но это к сожалению не поможет очень-очень спорное для меня например личное решение давайте посмотрим что здесь с автоматами смотрите что в трешке что практически в однушке как-то очень странно это все сделано электрики меня точно поймут кухня окно вент-канал закрыта также блоком выводы кухня очень маленькая очень маленькая 11 этаж идем 13 похожие на из-за кокемоса друзья напишите в комментариях вот здесь видим что гильзы ничем не зачеканены так должно быть там должен быть специальный противопожарный шнур есть такой красили малярную ленту не сняли вот она видите сама отходит так и строит все расцарапано бизнес-класс 11 этаж идем лучше чуть было не забыл что сами личные марш и вот они это у нас 13 этаж из завода привезенные и закреплены здесь на сварке подняться на 13 этаж в подъезде окна глухие то есть как нужно выполнять нормы сесса вот мне честно говоря непонятно почему не сделать как положено что в летний период времени открывать дверь внизу или окно и на последнем этаже чтобы проветривалась и проветривались личный марш здесь такого нет откос из гипсокартона все окрасит вроде будет ровненько 13 дошли здесь такое ощущение что еще до конца все не доделано да похоже это отец агент 2 мой любимый но все бы ничего если бы конечно не измазюкали бы уже изначально посмотрелось бы лучше видеть здесь все грязно это все нужно отмывать очень странно почему не отмывать почему это выглядит вот так почему нет указателей ну для меня например это не очень положительный момент клапан как раз заходит смотрите в лифтовое в лифтовую шахту ну блин ну вот так должно быть друзья или нету как считаете такие моменты ну вот это дно какое-то просто дно здесь чем это либо ливневка либо канализация если ее нужно обслуживать то соответственно каким-то образом представитель лука должен вот это все отвинтить снять то есть должен быть нормальный доступ вот это что такое то что потом все пластиковая окнушка поставить его так оставить трэш конечно открыто заходим прихожей практически нет нет это давайте вот чтобы на цифрах включая свою супер рулетку метр пятьдесят получается в ширину вот я захожу у нас получается раз два три помещения двухкомнатная квартира автоматы на 63 ампера все 10 и 40 50 16 16 16 ничего не подписано екф коробка екф из недорогих а вид конечно так себе значит у этой квартиры есть нюанс монолитная стена блок блок был просто держится за счет цемента здесь нигде не видно перевязки для тели чтобы его например усилили конструкцию арматура например заходила в монолитное перекрытие этого нет и установлена дверь понятно что где идет монолитное перекрытие можно дверь даже бронированную поставить ее там тяжело будет выбить то здесь с этим проблем особых не будет просто на блок поставили запинили обычной пеной понятно когда будет делать отделку что заделают так как надо соответственно туалет небольшой это у нас кладовка я так понимаю потому что здесь я не вижу ни одного выхода ни одного выхода ни воды не канализации здесь мы видим видите что уровень стяжки чуть ниже но не на таком уровне который приписывает нам норматив мы видим гидроизоляцию гидроизоляция здесь обычная мастика если хотите чтобы все было нормально нужно себе делать нормально но в туалете смысл особо но и того наверное стоило но сама ванна очень маленькая для бизнес-класса это просто нечем у меня ванна например дома в комфорт-классе четыре с половиной метра не всего хватает а вот здесь друзья вот смотрите одна стенка метр шестьдесят на два пятнадцать вот посчитайте площадь этой ванны она совсем небольшая вот здесь мы тоже видим нюанс смотрите вы приобрели двери с наличниками доборами вот сюда встает наличник сюда встает дверь дверь стоит сюда тут будет куча пены и соответственно если бы застройщик бы нарастил бы кусок стены то тогда бы смотрелось бы совсем по-другому держалась бы крепче так что у нас но ответе 090 конечно дверь сюда можно поставить на 90 но с наличником строителям придется здесь помучиться для того чтобы сделать все как надо а тут теплая труба чувствую что здесь тепло стеклопакеты и стекло северо-запад двухкамерные стеклопакеты не чувствую чтобы где-то дуло обычно проблемные места это зоны примыкания створок рам этих и соответственно где где чувствуется холоднее но не чувствую чтобы что-то дуло не на это вещи светит на улице и нет да у здесь будет довольно таки неплохой вид на все вот эту промку на телебашню давайте сделаем красивую фотографию окна кстати хорошо ограждает вас от шума то есть я их закрыл и сразу стало тихо так все с окнами разобрались здесь стенки почему-то газоблок тоже видите они как-то а понятно в сырых помещениях они делают из обычных цементных блоков а где квартира это газоблок комната проем к соседям очень здорово можно ходить в гости и вот это конечно будет момент если сделали хорошо то соседи не услышат если сделали не очень хорошо потому что к примеру но я вот здесь не вижу вот здесь должен быть цемент раствор где он то есть вот здесь он есть а вот здесь почему-то его я не вижу может быть он конечно есть но почему-то просветов не видно знаете точно сквозь не видно слушайте да друзья они почему-то вот сюда цемент не ставь то есть вот здесь цемента нет ну вы сами понимаете да нет цемента скорее все странно сделано то же самое между секциями утеплитель и вот это будет не очень комфортная зона ну то что продувает я здесь не чувствую ну знаю себе бы делал ремонт я бы просил бы строители бы это расшить вообще принципе такой не принимал бы мне нравится я считаю так не должно быть ну вы представьте какое здесь количество жителей в первую очередь и какая площадка если смотреть издалека то есть где вот идет стенки под кирпич навесной фасад где панель вот издалека смотрится нормально но как только мы с вами приближаемся сразу видны проблемы что криво коса щели разное расстояние это друзья кэш бросается в глаза очень классно видно как шикарно сделали фасад еще одна комната кстати вот да чем я говорю вот прихожая где где-то сюда шкаф поставить ну здесь большой плюс что есть гардеробные вот сюда за зайдет два-три человека все больше принципе места особо нет то есть ну вот как-то не очень такая хорошая планировка это я понимаю кухня у нас ну вот она видела вентиляция обычной сборной здесь вот такая вытяжка сделана очень интересно для чего тогда этот рент канал то здесь у вас на последнем этаже своя а у всех остальных через рент канал значит у нас это канализационная труба шума теплоизоляции нет на трубах не установлено тепло шумоизоляции есть только запорная арматура самая недорогая самые недорогие фильтр грязной очистки и здесь у нас есть сброс воздуха вот он клапан стоит и клапан тоже один из самых недорогих самое интересное для меня например неожиданное вот видите монолитное перекрытие и вот это у нас труба дальше идет на чердак во первых почему-то здесь не закрыт этот проем она должна быть закрыта вот здесь видим тоже дырку ответь куда свет направляю здесь нет противопожарного кольцо которое положено сейчас по нормативам что везде стать его здесь почему-то нет спас мою другой квартире если там здесь ни зону не ставится она ставится соответственно наверху перед каждый квартир здесь этого нет очень-очень по мне странное решение застройщика вот коридор пожалуй это единственное что здесь пока мне нравится вот смотрите дверь открыта давайте зайдем сюда ну вот здесь видите с коммуникациями аналогичная ситуация почему-то не сдадил но здесь тоже как-то странно вентиляция отдельно вот она в кухне здесь да что-то очень странно давайте-ка мы поднимемся наверху потом если не забуду спустимся вниз посмотрим то есть здесь большой плюс то что здесь монолит это огромный плюс можно поставить любую входную дверь я понимаю что большинство людей кто не будет давать киша в аренду и перепродавать они все заменят эти двери на нормальные и сама дверь смотрится нормально ну вот не знаю видно на камеру будет или нет но первых фурнитура не должна так играть и чувствуется что такое ощущение что металл поджимается там скорее всего обычная минеральная вата одна из недорогих вот меня такое ощущение дверь конечно не будем разбирать но фурнитура стоит недорогая бордер какой-то эти ручки китайцы бизнес-класс пошли наверх последний этаж когда-нибудь видели стяжку из из обычной штукатурки гипсовая не первый раз закрыто ничего себе очень неожиданно я честно думал что здесь все открыто ладно пойдемте посмотрим двор посмотрим следующий комплекс вот смотрите значит они таскали цемент штукатурка это все здесь нападал ничего не отмыто и они прямо по нему покрасили и вот за этот бизнес-класс вы платите деньги я когда снимал первый раз про утром подробно про нее все рассказывал значит и менеджеру зашел менеджеру менеджера мне все там начало бы что говорить и кстати он говорил очень много того что нормальный менеджер вообще не стоит бы говорить о том он мне сказал о том что он живет в одном из проектов банавы и он очень недоволен качеством и всего остального знаете сколько раз у них был только сданных домах то бездель все отмыты все чистенько прихожу с клиентами все нормально все хорошо но вот это конечно ни с чем не сравнить на тебя заходишь откройте 55 статью градостроительного кодекса там четко написано как должен застройщик сдавать что полностью дом чтобы сдать должен соответственно проектной декларации в проектной декларации где-то написано про мусор грязные стены отсутствие пожарных рукавов не работающий там сигнализациями работающие лифты недоделанный ремонт недостроенный объектом такого нет он должен быть полностью готов а здесь нет он смотрите вот это белое это не криво покрашено это просто осталась малярная лента 10 этаж если открыто зайдем посмотрим что там с организациями другой секции посмотрим может быть там можно будет пройти дверь открыта здравствуйте тук тук есть то живой никого нет это однокомнатная квартира вентиляции здесь обычно почему-то у последнего этажа с этим вопросом ну гидроизоляция стяжка конечно пойдет хотя уж придется значит здорово то что на сантиметра 23 дай бог от низа то есть на низком уровне сделано канализация рядом стоит бутылка с желтым напитком понимаете да что это это о том что как качество качество технодзора качество контроля у застройщика здесь аналогичная ситуация значит вот мы видим гильзы гильзы должны выступать чуть выше стяжки как раз под покрытие плитку еще что здесь чересчур много сделано и просто я смотрю что ну так ощущение что не зачканены просто вот этой же стяжкой хотел ты вижу торчит утеплитель базальтовый он должен понимать и чем плотнее материал тем лучше звукоизоляция вот это будет основная проблема я не удивлюсь когда люди будут писать что слышат как сосед снизу или сверху моется в они поют песни и вы об этом слышите вот здесь смотрите перекрытие закрыто и здесь в соответствии с российским нормативом все дома здесь должно быть противопожарное кольцо и здесь его нет и на этих трубах его тоже нет и обратите внимание что как за чеканина просто забили базальтовый теплицы надеюсь что вы забили крепко потому что если он не плотно забит как я уже сказал ранее будете слышать своих соседей но сейчас будет очень хорошо при таком освещении видно как огромное штукатурено вообще нет слов идешь это просто так бросается в глаза офигеть сейчас мы с вами пройдем в другую секцию с данного дома для того чтобы посмотреть что там а а я пока сделаю пару красивых фотографий красавцы так что у нас здесь давайте спустимся паркинг слушайте блин на морозе попал немного снег чуть не упал очень скользкая плитка получается скользко вот проводом вот видны еще что делают а здесь смотрите просто применили плиты завода соединили их на закладные вот видите смотрите некачественно вот она краска уже пошла ржавчина пошел процесс коррозии понятно через 10 лет это не рухнет но ничего хорошего там нет это говорит о качестве о контроле самого застройщика должно быть пожарные рукава должны на уровне обязательно ну-ка чего зумер надеюсь работает что ящики такие подубитые ох ты так это минус первый этаж а здесь коммуникации холодно кроме того что тут холодно мне такое ощущение что здесь первых здесь а вот отсюда текло понятно текло ведь вот это белая то здесь стояла в вода и почему стояла надолго вот здесь тоже видите влага этот ваш подвал вот те кто купил обращайте на это тоже идем дальше вот здесь скорее всего оборудование интернет-провайдера вот видите скутыш с 7 шкс забыл как скут переводится кто помнит напишите пожалуйста в комментарии коммуникация ответе крестик все типа надо уничтожать трубу но по коммуникации мы я видел на порядок лучше кстати вот вот она противопожарное кольцо о друзья ну вот все понятно да вот о чем я сказал вам только я не сказал то что здесь написано и вот с этими ребятами кто написал я согласен знаете иногда хорошо что камеры не передают запах и здесь отчетливый запах мочи ну вот следы влаги вот здесь то что влага не знает ну окно видно закрыта ну где-то здесь с гидроизоляции не так хорошо вернее даже не то что не хорошо ужасно брать вот это место обратите здесь просто стояла вода вот она видно если посмотрите на старые дома вот видите вот вода стояла очень давно здесь даже он штукатурка отварилась и чинул синие будем с нами стене это закрашиваю чем-то на жесть конечно такое закрыт по поводу вот смотрите потом не пишите о том что здесь нет влаги все обманулся выдумал и видео подставное не еще застройщик заплатил здесь видим проем технологии здесь должно было быть окно застройщики доложенуться закрыли все кирпичом и сверху видите просто взяли и заткнули немного утеплителем по нормальному можно было взять утеплитель вместе с цементом и нормально за чеканить чтобы сделать хорошо чтобы люди не между сохранять теплыми и зачем и вот у меня только вопрос как вот такие дома сдаются как это сдали посмотрите новый дом вот он стакан металлический что это с ним такое почему это в таком состоянии такого друзья не должно не должны так начнем нужно спуститься еще на один этаж и вниз в этот чудо парке кстати я помню по прошлому обзору мы там еще у моха друзья да с гидроизоляции вы сами здесь видите я даже ничего не буду говорить вы просто вот смотрите сюда внимательно все кто приобрел места в паркинге только потом пусть не гнили это еще он скажет что просто вот вода попала снежок не верьте у вас будут обманывать лифтовая шахта самый низ почему-то открыто что-то здесь видно настраивают но вот здесь кстати можно обратить внимание на качество бетона я так понимаю что неспроста вот это все подбивали неспроста и вот это навряд ли должно были вы видите далее обращаю место на закладные здесь должна быть краска специально по металлу поржачена обычно либо темно-коричневый такой цвет темно-бордовый и темно-сер специализированная краска здесь или просто нет и и здесь не будет друзья вот здесь немножко помазали а здесь и так пойдет бизнес-класс погнали дальше ну понятно да что вы все убили из урода были теперь понятно почему 10 лифты не работают потому что еще делают тут они пошли смотреть через застройщик он просто панелями все закрыл но все равно даже вот здесь через закрытой панели видите проходит влага классно да и она будет постоянно идти постоянно въезд-выезд паркинг это цемент лед вперемешку вот ведь откуда текло вот как раз отсюда красавцы две секции нужно быть нормально сделаны гидроизоляции мы просто нет и вот здесь такой теперь озеро посвятить можно вот так пошли ворота ворота понимаю так двигатели где на ворота двигателя а вот наверное двигатель да это понимаем должны автоматически подниматься продержу что вот здесь уже тепло на я вижу что припаркованы автомобили лифтовое оборудование здесь обратите внимание есть этот желобок куда должен попадать вся влага и грязь то есть самый такой низкий уровень насоса все это закидывает дренаж значит система пожаротушения на очень низком уровне поэтому не дай бог ну вот можно честно долбануться особенно под чуть выше ростом и не займите это место и что-то себе это разбить поэтому будьте внимательны для пожаротушения здесь сильность застройщик позаботился об этом видите не дай бог что-то то всегда можно взять пожарный рукав и потушить то что тебе необходимо ну все вот такой паркинг можно кстати что здесь делать это измерить ширину получится у нас воде с практически получится нужно измерить ширину до с половиной метра достаточного часа общей машины все смотрим больше нечего идем на выход ну и такие штуки вот обратите внимание вот она идет горизонтальная шла арматура они бетон высверлили специально вымазываем уровне здесь слушайте высота это и приличная у нас паркингом это кажется это говорит о том что застройщик просто когда проектировщики проектировали мы просто забыли про это все и не запроектировали 30 сантиметров и получается как раз перекрытие скорее всего там наверху чтобы удерживаться над паркингом вот так все это выглядит и конечно когда видишь такие вещи понимаешь что качество проекта и качество качество как это все сделали вы видите и говорит как раз о качестве проекта в общем заметил еще такую тенденцию что я обычно прихожу всегда не вовремя застройщиков и вижу то что в принципе не должен примеру да вот как здесь вот просто вот смотрите вот вот прям вот отсюда был чаек тек сейчас на просто замерзла с вещь как это правильно да называется вот здесь мы это видим сейчас камеру переключу друзья вот видите да вот он вот здесь стекло здесь вот они все это пытались стране часто замерзла а потом это все отмерзнет и снова потечет уголок забыли до цветный дорогой напоминает такие же плиты как применяется этот групп в своем проекте солнечный город благо что убраны убранном территории здесь хотя бы можно пройти напомню что дом сдали застройщик получил акта воду в эксплуатацию вот видите вот дворовая территория под низом находится паркинг для маломобильных групп населения вот такая конструкция вот бабки не ходи я понимаю что скрещение работает все отключено о линии высоковольтных передач для пробки детская площадка здесь я видел сверху как как раз тех персонал убирался наш двор производитель наш двор россия бизнес-классе считаю что должно быть установлено оборудование дороже вот очень скучно друзья очень скучно по мне квартиры от 8 миллионов рублей однокомнатные чтобы было чем сравнить а мы с вами сейчас зайдем вот у нас открытая дверь посмотрим какой-то номер подъезда плита нет те же стеклопакеты знают новые похоже придетчик приперли парадная номер четыре параду здесь очень далеко когда китая но здесь видите тоже для полива могли бы сразу все предусмотреть но вырезали никакого личика нет ну как-то так смотрится аналогично как и в той парадной лифт для маломобильных групп населения четыре ступеньки колясочная благо есть указатель к лифтам здесь мы можем обратить внимание вообще просто света нет что у нас тут интересно случилось так давайте проверим о лифты может быть работают лифты обшиты поднимаемся на последний этаж сами до отец ген 2 с режимом регенерации энергии до 70 процентов можно сэкономить звоним так ждите ответа камеры камеры нет плохо печально доедем 13 по своему ответит или нет не отвечает нам давайте проверим а датчик вот у меня есть вижу коп сработало хорошо а здесь уже намного теплее здесь даже можно раздеться потому что там точно вообще было холодно прохладника 13 этаж не знает строитель и делал тоже принял квартиру или нет так сюда мы зайдем чуть позже ну да вот все закрыто зачем из издали но первое смотрите ну во первых видно что подготовили поверхность очень плохо то есть это такое ощущение что гипсокартон приклеили покрасили и не знаю ну как то что очень вот здесь трещина пошла здесь видно что когда протечка проблемы есть но здесь если на стену посмотрит ему видите да совсем неровно могли бы хоть ровненько здесь делать прям видно как они там пытались и подровнять но так как видно плать это много поэтому так и делает раз два три 4 квартиры это большая редкость барабанная дробь есть или нет я считаю что нет да я здесь полностью прав но и здесь в личной ситуации а здесь кусок вот он видите это накладка перила тут линолеум каких он завояние у положили сюда красавцы но когда вот такие двери делает застройщик по мне конечно ну блин ну это не бизнес класс друзья вот например сделано вот она это забрала не аккуратно не очищены здесь аналогичные ситуации но посмотрите красавца трещину гипсокартон и здесь даже у гипсокартона пошла трещина блин они даже это сделать не могут и ответьте вот тоже вот такие места воде что-то замазывали потом был неаккуратно закрыто закрыто здесь такое ощущение были мокрый был плечет таскали вот видите тоже дверь будет открываться вот она открывается ручка вот сюда здесь однозначно нужно ставить ограничитель почему не послал застройщик я не знаю смотрите два разных материала не выполнили технологию нарушили технологии и вот это все пошло дальше будет только хуже и хуже и скорее всего будет такой на каждом этаже но тот знак конечно я вот не понимаю может быть это правильно что так узнать человек но по мне нужно объяснить выход к лифтам то он должен быть понятно что ты лифт мне непонятно что мальчик и девочка мне это больше знак напоминает но я бы пришел в туалет увидел такой знак и пошел бы в туалет попытаем счастье может быть здесь открыто доверен и мы с вами с вами можем выйти на кровлю да мы здесь с вами будем на кровлю друзья надо деть только варежки там очень холодно вот смотрите полностью кровли конечно посмотрите под снегом но про такие моменты когда я вижу смотрите да говорить о том что делают качественно я бы честно говоря не стал здесь тепло отсюда идет это самая низкая . должна быть доход вся влага хотели уже сидишь страшно боишься где провалиться сверху грибки есть то есть влага не будет попадать в канализационную труба трубу некоторых она вообще открыта между ними даже прочищали немножко ну что друзья смотрите могут практически герметика нет герметика нет 3 сетка торчит разрушение ну что-то как-то это вид такой удручающий честно видите тоже сопли какие-то висят не стены оповещения воздуховоды вентиляторы крепко держится ну где часть города как на ладони с такой высоты телебашки красиво смотрится ой тут съемки ничего себе даже радуга видно в первом видео когда я очень подробно рассказывал про жилой комплекс терра и познакомился с председателем соседнего желтого более высокого дома забыл как называется комплекс она как раз говори себя говорил на о том что жители жилого комплекса тарма от юит сетуют на то что начинает рано там в 5-6 утра грохотать трамвай на парке им это мешает жить нам сейчас покажу что ждет жителей жилого комплекса тарма от армата терра вот он с высоты трамвайный парк там кстати вдалеке виден георг ландрин ты себе выбирал понимаете да что его никуда не уберу трамвай как были так они идем с вами обратно с высоты сейчас можем посмотреть на двор смотрите смотрите друзья красавцы как классно сделает сверху же не видно ну ничего что кирпичики немножечко не стыкуются и так пойдет значит у нас еще остался один корпус который песенка идет во дворе где терраски есть идем туда или нет подпишите прямо сейчас комментарии если идем то я пошел если нет или не пойду очень холодно поеду домой греться кушать вкусный суп а вот и качество как штукатурных работ такие окраски в общем помню я ходил долгое время с браслетом фитнес браслетом и хиоми бэнд 4 кажется небо и у меня как-то коллеги пожурили что купил бы себе получил смотрится поинтереснее в общем я себе купил выбирал модели делся прийти не помню смысла за что переплачивать третье на кажется и в общем очень нравится когда я после обзоров сама тут сколько я находил самое большое что я находил на обзорах это 12 километров вот когда снимаешь комплекс очень прикольно потом заходить в них смотрите там видно на какой то что поднялся сколько пролетов паша прошу сколько прошел песком очень кстати крутая штука если вы взять еще думаете о том что нужно ли вам полуочери обязательно приобретайте я кстати я думал что когда люди разговаривают по полуочери фигня на самом деле крутая тема бывает у тебя ты готовишь у тебя грязные руки тебе звонят у тебя часы на руках и ты носом ответил и разговариваешь что я перезвоню там позже ну в общем очень круто так что если еще и думаете обязательно покупайте пока спускаюсь еще немножко скажу про свое оборудование у меня отличная радиосистема стоит без проводов провода двигается телефон и соответственно вот он микрофончик боя качество достаточно хорошее но первый бой который купил она сломалась быстро через на месяц или полтора то мне по гарантии дали и у меня есть от диджей стабилизатор ausmo mobile 4 4 мне нравится круто работают и но вы не хочу покупать примеру а у меня 3 в 4 магнитные штуки что мне это не зашло а в пятом он стал выдвигаться это прикольная штука но аккумулятор меньше меня это не ставит и я поэтому себе не стал приобретать поэтому если вы тоже хотите снимать приобретайте эти штуки они очень круто помогают стабилизировать изображение хотя iphone тоже хорошо стабилизывает того чтобы у вас было четко ровная картинка вот следующее что будет я себе приобрету однозначно квадрокоптер вот сижу выбираю какой входим понимаю все хотят пройти сюда давайте пройдем здесь у нас подъем сделан из как-то вот таких чашек сушки смотрится интересно и обычно но зимой это выглядит на эти кусок бетона ровного может быть это летом будет интересней вот если бы это было бы плитка например вот этот фасад под вот это да сделан я считаю было бы круче но здесь даже смотрите вот например да то что игру про фасад вот обратите внимание какой вот здесь расстояние какой здесь какой здесь при этом он здесь на угол идет и вот такой весь кривой косой фасад ну и первый ряд вот для меня лично смотрится очень очень недорого то есть нужно было нормально здесь не пожалеть денег взять плитку квартире то 8 миллионов с этим что ж такое вот это тоже да в обычных панельках вот точно такие же стоят под велотранспорт ну скамейки ну вот здесь к примеру очень классно видно как шикарно сделали фасад здрасте съемки на период съемка чья моя а вы кто я начальник участка а я андрей артемов блогер артемов блогер а вас сюда звали конечно стройки а здесь написано здесь территория стройки вот и я про это зачем я не хочу здесь можно видеть то что вот эта выступающая конструкция это как раз вход в паркинг и сейчас строители утепляют и монтируют так называемые вот эти белые грибки для того чтобы базальтовый утеплитель соответственно не отвалился вот но соответственно дворовая территория оборудование для деток но я понимаю что производитель точно такой же фасад через какое-то время понимают кто на люльках спускать они вот снимут вот эту обшивку чтобы смотрелся уже вот так красиво они вот так защитные пленки спасибо подъем наверх ступени вот эта плитка от мороза становится достаточно скользкой надо быть аккуратненьким запах краски ну здесь уже обычный марш и понятно это не сдано надеюсь очистит и мы это не увидим как мы это видим других подъездах застройщика лифтовой холл два лифта пассажирский груза пассажирский фух утварное состояние живут они тут что ли значит я не знаю какой то этаж лифтовой холл и заходим сюда здрасте вот у вас здесь столовая да елки-палки а открытая квартира есть любую а где-то открыто есть или они все на ключи закрывают у них надо спрашивать да у ребят понял спасибо тепло здесь у вас хорошо квартира я еще квартиру чтобы ну чтобы вас здесь не было с вопроса показать ну как застройщик сдает я поэтому спросил где-то может есть открытые это вроде закрыт еще дальше посмотрю извините что вы беспокоим не ожидал о карта-та-та-та-та крутяк здрасте ну вы понимаете да что кому-то повезло и у кого-то уже в квартире жили вы будете не первыми жильцами а так обязательно подпишитесь оставьте комментарии и поставьте лайк друзья бизнес-класс с бизнес рабочими чтобы отдыхали набирали сил перед покраской и штукатуркой так обычная квартира немного стройматериала куча мусора грязи конечно много потайной ход поднялся на 11 этаж смотрите где выходит электрика вот здесь будет комната видите уже все начинает собирать строитель керамика сетка блин смотрите как классно радиатор уже еще не удивлю что подключен и уже все подключены привет на слов нет провода не висят как это обычно все смотано закручена вот они везде выводы есть были смотрите только какая красота через 4 честно говоря немножко в шоу смотрите о чем я говорил до этого вот видите здесь кусок стены нарощен и соответственно нормально станет наличник сюда наличник сюда и соответственно аналогично вот с этих сторон здесь сделано а там почему-то нет как-то очень честно говоря странно закрыта и здесь конечно большой плюс то что здесь все четыре квартиры на лестничной площадке межквартирной площадке вернее значит обычно нормальных застройщиков для своих сотрудников есть биотуалет то что здесь холодно хочется в туалет чаще и это обычно нормальный время их ставят верху для удобства внизу здесь для бизнес-класса застройщик сделать еще удобнее и здесь можно жить работать и отдыхать настоящий бизнес-класс так ролик и назову жить работать и отдыхать на одиннадцатом этаже всего лишь две квартиры это круто принципе здесь больше показывать ничего друзья от последнего честно горе увиденного у меня последние волосы попадали мне бы не хотелось чтобы в моей квартире которую заплатил тот для меня жил друзья обязательно подписывайтесь на канал в общем если вам нужен хороший дом для жизни хорошая квартира оставляйте заявки на моем сайте андрея артимов.ру не покупайте квартиры в некачественных домах покупайте хорошие качественные новостройки и требуйте чтобы то что вам обещали застройщик что обещён чтобы это было реализовано здрасте всем понятно что вы здесь делаете хожу а вот здесь строительный объект и охрана старшей смены где у вас написано где у вас бейджи у вас положено бейджи чтобы у вас корочка есть ну давайте вы не будете мне рассказывать вы видите пожалуйста все это я сейчас выхожу а тут все открыто у вас зону 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 я понимаю если было бы закрыто я бы сюда не пошел бы вон у вас все ходят рабочие ни одного каски нет вас тоже нет а вы на стройплощадке так сервис какой спасибо до свидания до свидания до свидания такой идешь 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 себе такой раз это что такое давайте попробуем дверь открыть у нас это вход в паркинг закрыто открыто открыто вот так друзья можно пройти в этот жилой комплекс также не забывайте друзья писать в комментариях какой вы хотите увидеть следующий комплекс в моих видео и этот комплекс как обычно кто наберет больше всего ваших заявок тот и покажу друзья рады вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и и Субтитры сделал DimaTorzok